Здравствуйте! В конце апреля в нашем городе состоялся муниципальный этап Гражданского форума Хабаровского края. В нем приняли участие представители общественных некоммерческих организаций, бизнес-сообщества, органов государственной власти и средств массовой информации. Давайте посмотрим сюжет о том, как это было. Третий муниципальный этап Гражданского форума Хабаровского края состоялся в дальневосточной столице. Более 600 участников из Хабаровска, Владивостока, Ванина, Бекина собрались под крышей городского дворца культуры, чтобы обсудить актуальные вопросы общественно-государственного сотрудничества. Мы в значительной мере активом некоммерческого партнерства как раз таки вовлекаем жителей города в развитие города. Хабаровск – успешно развивающийся город. И без гражданского общества, без жителей никто бы вообще ни одного вопроса не решил. От гражданской инициативы вообще, я так думаю, и складывается вся наша жизнь. Не надо быть пассивным и плыть по течению. Надо проявлять себя. Инициативы не везде нужны, потому что один ум хорошо, много лучше. Если каждый что-то свое внесет, это уже действие. В рамках форума состоялся совет по содействию развитию институтов гражданского общества, на котором обсудили вопросы межнационального и межконфессионального взаимодействия народов, проживающих на территории Хабаровского края. Причем было отмечено, что индекс толерантности в нашем регионе несколько выше, чем в западной части России. Еще в 2015 году президент России Владимир Ильич Путин, встречаясь с представителями национальных общественных объединений Крыма, отметил, что национальные отношения – это сфера очень тонкая, деликатная. Действовать здесь и представителям национальных общин, и представителям власти нужно аккуратно, осторожно. Режим постоянного диалога, в первую очередь на муниципальном уровне, где люди живут, как говорят, бок о бок. Для участников Хабаровского этапа форума была организована работа восьми обучающих дискуссионных площадок, семинаров, тренингов, мастер-классов, в которых приняли участие более 400 человек. Так, например, Алла Джанша провела для представителей НКО мастер-класс, в ходе которого рассказала, как правильно подготовить и подать свою презентацию, чтобы гарантированно заинтересовать зрителей. Есть специальные законы, и мало кто о них знает, да, чтобы тебя слушали, чтобы вниманием владеть, чтобы все на своих местах, чтобы заинтриговать, чтобы кульминация, чтобы развязка. Все вот эти штуки, которые, кажется, нужны только в кино, на самом деле любому рассказчику в жизни полезно было бы это знать и этим пользоваться. Член комиссии по развитию гражданского общества Андрей Ганин провел авторский тренинг для представителей некоммерческого сектора «Социальное проектирование. От идеи к проекту». Самая главная цель этого тренинга – это помочь людям понять, что такое социальное проектирование. То есть, как свою идею переложить на бумагу, да, как подать ее на конкурс, например, как повысить шансы на выигрыш или профинансирование этой заявки, реализовать свою инициативу. Ну и, в принципе, тренинг «Основа социального проектирования» позволяет понять, как можно решать ту или иную проблему, сообща, и что для этого вам нужно. В течение всего форума в ФАЕК ГДК работали волонтеры движения «Добрый Хабаровск». Любой мог поучаствовать в благотворительности, приобрести добрый пакет, чтобы помочь детям, пенсионерам или животным. Это натуральная помощь, при этом это технология, которая позволяет человеку очень быстро помочь, очень быстро сделать доброе дело. При этом никуда ему не нужно ходить, да, то есть ему не нужно при этом тратить много денег. То есть пакет у нас стоит не дороже 200 рублей. В Хабаровске работают около полутора тысяч НКО. Треть из них – социально ориентированные. На форуме Александр Соколов вручил сертификаты 16 представителям некоммерческих организаций, победителям конкурса муниципальных грантов. Некоммерческая организация «Союз деловых женщин». Проект «Подари городу дерево любви, семьи и верности». Размер гранта 140 тысяч рублей. Муниципальный этап гражданского форума Хабаровского края позволил выстроить диалог общества с органами власти, обменяться опытом участникам мероприятия. Я уже не первый раз участвую в данном форуме гражданском. С каждым разом убеждаю, что все-таки гражданские инициативы поддерживаются, обсуждаются проблемы инвалидов на этих площадках. Это действительно действенный инструмент, которым можно поддержать инициативы общества и граждан активных. Такая площадка, где все собираются не только поговорить о том, как все было хорошо, а о том, что нужно сделать и поучиться каким-то новым технологиям и обменяться опытом, вот как раз этим ценны вот такие вот форумы. Люди должны знать и видеть, что они нужны, что их деятельность востребована и что они на самом деле могут достигать иногда даже невозможного. Для нас крайне важны два слова – участие и сопричастность. Будут участвовать, будут чувствовать себя сопричастны к жизни, к делам города. Об итогах форума, о взаимодействии власти и некоммерческого сектора в Хабаровске, о развитии институтов гражданского общества мы поговорим сегодня с начальником аналитического отдела по связям с общественностью администрации Хабаровска Сергеем Худеневым. Сергей Владимирович, добрый день. Здравствуйте. Сергей Владимирович, скажите, вот форум состоялся 27 апреля, уже прошло какое-то время. Как проведение форума отразилось на активности общественников? Может быть появились какие-то новые интересные инициативы? На мой взгляд, форум, вот как уже было озвучено в сюжете, это та площадка, где некоммерческие организации объединяются, показывают о своей деятельности, обмениваются опытом. И часто бывает так, что некоторые некоммерческие организации работают в том или ином направлении и не знают, что в этом же направлении кто-то еще что-то делает. И вот они обмениваются контактами и, скажем так, какую-либо идею или тот или иной социально значимый проект уже продолжают реализовать вместе. Вот в рамках форума была одна из инициатив, обсуждалось, да, это фестиваль Добрый Хабаровск, который планируется 16 сентября на набережной Амура. И вот в рамках форума как раз-таки эта идея проведения этого мероприятия среди некоммерческих организаций, как бы был такой мозговой штурм, обсуждалось, как-то дальше продвигать, как-то реализовывать. Расскажите о том, как администрация города может поддерживать социально значимые инициативы и каковы критерии оценки проектов общественных организаций? Администрация города реализуется целая программа по взаимодействию с институтами гражданского общества. Остановлюсь на некоторых из них подробнее. Один из способов поддержки – это конкурс муниципальных грантов, где может некоммерческая организация своим проектом заявиться, попросить дополнительное софинансирование. Основные критерии конкурса – это 20% собственных средств, и, соответственно, остальную часть – это финансирование из бюджета города Хабаровска. Вот одна из форм – это гранты. Еще одна из форм поддержки у нас осенью будет проходить конкурс «Хабаровс – город социальных проектов и возможностей». В чем условия конкурса? Это премии, можно сказать, или поддержка некоммерческих организаций за те социально значимые проекты, которые они реализуют на момент подачи заявки, либо уже реализовали. А как вы все-таки отбираете, кому предоставить грант, а кому отказать? Это должна быть понятная социально значимая вещь, чтобы по итогам реализации проекта должен быть какой-то эффект. То есть, как простыми словами можно сказать, что то, что можно было бы потрогать, пощупать, посмотреть, осязать, осознать. То есть, что в итоге будет после реализации этого проекта. Сегодня у НКО, кроме муниципальных грантов, есть возможность получить поддержку из краевого и федерального источников. Насколько активно использует Хабаровский НКО эту возможность? На мой взгляд, у нас в городе есть очень активные некоммерческие организации, которые постоянно со своими социально значимыми проектами участвуют во всех муниципальных, краевых, федеральных грантах. И я прям поддерживаю эту активность. Одна из некоммерческих организаций два года назад начинала с наших муниципальных грантов, потом поучаствовала в краевых, выиграла. И сейчас вот второй раз уже подают на президентские гранты. До 31 мая был прием заявок на первый этап. С 16 августа будет прием заявок, у них второй этап президентских грантов. Понятно, там и сумма финансирования побольше. Поэтому всех некоммерческих организаций приглашаю участвовать, следить за конкурсами. И вот про эти конкурсы грантов, да, как краевые, федеральные, муниципальные. У нас есть наш сайт, гражданское общество Хабаровска, есть там целый раздел про гранты. И мы вот стараемся про все эти гранты максимально для всех желающих рассказывать, показывать, что, когда. Поэтому приходите, участвуйте, всем будем рады. Сегодня в нашем городе более полутора тысяч МКО, причем треть из них социально ориентированные. Как вы считаете, это много или мало для такого города, как Хабаровск? Есть такой вот, на мой взгляд, актив, да, вот их, если говорить про именно социально ориентированные некоммерческие организации, вот на территории города их порядка там 70-100. Периодически появляются новые, да, укрепляют свои силы старые некоммерческие организации. Вот они везде и всюду участвуют, и в наших конкурсах, и в краевых конкурсах, да, и в федеральных конкурсах. И, ну, цифра, говорить много это или мало, ну, хорошая цифра. Нужно ли их больше? У нас население города растет, да, уже 616 тысяч, поэтому вполне возможно, что и количество некоммерческих организаций тоже будет возрастать. Но вот за последний год у нас действительно и участников всевозможных конкурсов стало больше. Инициатив у нас все больше и больше, и вот в такой форме именно их реализовывать, это удобно людям. И я, конечно, только за, чтобы их становилось больше именно действующих, а не так, чтобы на бумаге в цифрах их вроде как много, а на самом деле их не так много. Сергей Владимирович, и что бы Вы хотели в заключение пожелать городским НКО? Хотелось бы пожелать всем некоммерческим организациям города Хабаровска еще больше креативных идей, и чтобы все ваши социально значимые проекты воплощались в жизнь, реализовывались. Ну а мы со своей стороны будем всячески помогать, поэтому приходите за поддержкой, будем рады ее оказать. У нас ждет для Вас ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций, работает для Вас сайт гражданского общества Хабаровска. Ну и еще приглашаем 9 сентября на Спартаке Аду некоммерческих организаций, где можно обменяться опять же идеями, ну и проявить свои спортивные возможности. Спасибо, Сергей Владимирович, что Вы сегодня пришли к нам в студию. Напомню, у нас в студии был начальник аналитического отдела по связям с общественностью администрации Хабаровска Сергей Худенев. Уважаемые зрители, мы еще не раз в наших программах вернемся к разговору о деятельности некоммерческих организаций Хабаровска. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова